Друзья, привет! С вами снова Дарья Шанс, и давайте сегодня поговорим о людях, которые уперлись в финансовый потолок. Что же между ними общего? Проанализируйте то, что их объединяет, и вы увидите определенные общие черты. А пока я приведу два примера. Первый пример – это одна моя знакомая, она блестящая портниха, она так прекрасно шьет платья, что они сидят на вас просто как вторая кожа. И я 100% уверена в том, что она стала бы просто-напросто одним из лучших модельеров России и могла бы достичь нереальных высот в индустрии моды, если бы только она не была юристом. Проблема в том, что ее родители с детства мечтали, чтобы она была юристом и настояли на юридическом образовании. С тех пор она загнала себя в рамки убеждения, что я юрист и, в общем-то, по-другому быть не может. И она оставила платьем второе почетное место в своей жизни. Хотя это ее увлечение, это ее страсть, и мода – это вообще то, чем она живет и то, чем она дышит. Да, быть юристом, конечно же, престижно и выгодно, юристы зарабатывают хорошие деньги. Но, честно вам скажу, я наблюдаю, что ее просто-напросто воротят от работы в офисе. Вот она терпеть не может эту работу. И у нее горят глаза, когда она говорит о платьях. У нее просто горят глаза, когда она начинает шить новое платье, потому что это ее призвание. И получается, что вывод можно сделать очень простой. Вам надо расти именно в той профессии, которая вас мотивирует. А в той профессии, которая вас не мотивирует, вырасти очень трудно. И вот эта вот моя знакомая просто-напросто не заинтересована ни в каком профессиональном росте на юридическом поприще. Потому что у нее просто-напросто нет никакой мотивации. Она не любит это дело. А любимое дело она, к сожалению, не считает источником дохода, потому что для нее это теперь только хобби. А вот и второй пример. Жив был один амбициозный человек, который устроился работать в туристическое агентство. Нашел там хорошее место в одной престижной турфирме. И он старался изо всех сил показать, какой он ценный кадр. Он перерабатывал, приходил в офис по выходным, делал работу за всех своих коллег. И, конечно же, его стали повышать по службе. Ему дали хорошую зарплату и постоянно давали прибавку к этой зарплате. И что вы думаете? Он на этом не успокоился, а начал работать просто-напросто с утроенной скоростью. Он не спал по ночам, он держал весь отдел под контролем, он буквально не ел. Он прикладывал какие-то невероятные усилия просто-напросто. И, конечно же, показывал хорошие результаты. Но через какое-то время он перегорел. Через два года после такой интенсивной работы он просто-напросто настолько сдал, что он выполнял всю работу тяп-ляп. И при виде новых задач его просто-напросто вгоняло в полную тоску и в полную грусть. Если бы он раньше посчитал эти задачи интересными, то теперь они у него вызывали просто-напросто какой-то рвотный рефлекс. К сожалению, вывод. Лошадь работала больше всех, но председателем колхоза так и не стало. Получается, что человек, который всю жизнь посвятил себе себя просто-напросто какой-то тяжелой работе ломовой лошади, в итоге просто-напросто сгорел. Он растерял все свои источники ресурсов, которые давали ему энергию, которые помогали ему восстанавливаться. И таким образом он потерял всю мотивацию. Такое бывает. И сейчас этому человеку вообще не хочется ничем заниматься. Он хочет только лежать на диване и, по большому счету, смотреть телевизор. Так что делайте свои выводы. С вами была Дарья Шанс. Ссылка на мои онлайн-курсы и онлайн-программы в описании к этому видео. Большое спасибо за внимание. Действуйте! Субтитры подогнал «Симон»!